здорово односельчане вы на канале сельский тыквир сегодня у нас будет обзорчик нового айтема отрика но так как аль айтем небольшой шорты то есть много рассказывать не получится поэтому я решил попробовать такой небольшой экспериментальный формат добавить пару разговорных дискуссионных тем во первых сегодня с вами обсудим чем же все-таки отличаются линейки по моему мнению врика dark shadow от mainline а также заодно поговорим о шортах и вообще что на с низким шаговым швом но начнем конечно с анбоксинга поехали уж все опять забыла главным ну конечно подпишитесь на канал поставьте лайк напишите комментарии не забывайте о том что михаил александрович бережных хуесос ебаный вот сегодня у нас посылка с польза на а нет это не использована это из май терезы посылочка и пару интересных моментов пока распаковываю хочу подметить во первых эти шорты достались мне офигенной скидкой то есть знаете это как бывает в магазинах распродажа показывает скидку 40 процентов а если ты добавляешь в корзину то еще 30 то есть и того со скидкой 70 процентов по такой цене я видел пару шорт но не из линейки dark shadow а из mainline на авито бушных а здесь совершенно новые вот и плюс еще что хочу отметить видите из май терезы дырочка все дела документы но я их показывать не буду потому что на другого человека заказывали 280 евро получилась цена отсчет до того как доллар сильно поднялся короче что хочу сказать самое главное во первых нам вместе с шортами конечно же прислали шопер не просто шопера шопер в горд шаду у меня таких всего лишь 2 вот шорты я так понимаю внутри вот будет скам если внутри ничего нет нет три шорты все нормально офигеть а вот и они прикол я сейчас надумал ну нейлоновая ткань такая довольно интересная качество сборки что-то как будто кажется что не очень но давайте смотреть детально во первых вот эти вот бау хаос карманы но видите эти элементы у нас с вами не из кожи как на mainline фурнитуру тем не менее вся та же самая кулиска тоже есть фурнитура качественная там внутри будет написано dark shadow я уверен но вы мне как всегда эти ds как всегда напомните что это какой-то итальянский бренд как-то на r вроде бы каждый раз забываю вот начиная снимать и забываю что здесь у нас внутри сайт пиксель собственно какая-то фурнитура запасная прикольные интересные легкие шорты интересно здесь вообще эти смотрите ничего нету хотя обычно пишут на dark shadow линейки может быть нет и вот бирка размер xl они пишут или итальянский но интересно что сделано в италии а вот на mainline у меня например написан оригинальный размер то есть итальянский бирк май терезы если что вдруг и такая вот интересная штука я сейчас не понимаю кого на функцию выполняет выполняет какую-то функцию давайте посмотрим или она просто здесь куда-то вшито нет а просто вшито такой вот ремешочек который болтается можно его сзади выкинуть можно выкинуть через штанину ну короче знаете относительно вот мне кажется где-то нитка торчит ткань прикольно это не он но относительно качество сборки ниточки кое-где такое чувство что похуже чем в инлайне если честно но и цена за которой приобрел на самом деле не очень-то большая так сейчас еще раз влиянием по тканям я думаю что здесь должен быть состав написан до переработанный полимит ну что на самом деле хорошие легкие шорты на лето давайте примерять шорты с низким шаговым швом как известно интересно как они на мне будут смотреться ну на камеру знаете выглядит вообще круто круче чем жизни потому что они такие более глянцевые в жизни они как-то более матовые сейчас прикинем а да и самая главная фишка которая хотел рассказать что если вы заказываете любой заказ казахстан то есть стоимость этой посылки 200 евро с чем-то там порог пошлины также 1000 евро в казахстане как и в россии единый таможенный союз но в казахстане если вы что-то заказываете dhl вы должны платить примерно 900 рублей за растаможку dhl всегда иначе просто товар не пустят то есть вы платите и так за обязательную процедуру прохождения таможни вот это если честно немного меня удивило потому что в россии никогда такого не было то есть ты платишь пошлину и деньги за растаможку если дороже пошлины но тут ты платишь в любом случае зачем конечно с того что подведем итоги потом перейдем в двум дополнительным темам в этом выпуске которые я хотел обсудить что можно сказать про конкретно данные шорты какие в первую очередь минусы я здесь заметил а минус заключается практически в том же в чем и главный плюс они невероятно легкие в них супер комфортно все хорошо продувается ничего не потеет но из-за того что вот этого тонкая ткань если вы например кладете телефон или что-то тяжелое в этот карман прямо значительно это дело оттягивает становится неприятно то есть перераспределение веса хорошего на поясе грамотного здесь нет я думаю что это и за счет того что именно тонкая ткань потому что сейчас на мне другие бриджи да мы снимали уже на них обзор и тут такой проблемы нет тут ничего не оттягивает даже если ты в любой карман закидываешь любым пользуешься еще минус который я заметил это конечно из-за того что видимо тонкая ткань у меня постоянно треки spotify переключались если я носил телефон в кармане то есть вот такая фича и именно в этих шортах идешь постоянно телефон стучит тебе по ноге и переключаются треки это реально неудобно ну и опять же там ключи бряцают что-то вот такое то знаете чисто такие житейские минусы в целом что могу по поводу этих шорт сказать я ребят сочувствую тем кто реально купил их за 700 долларов там или за 800 долларов за 200 еще нормально то есть за 200 они однозначно стоят того но 700 они не стоят сто процентов какой еще был косяк у меня у меня сразу начал расходиться вот этот вот пояс который сам по себе вообще никакой роли не играет и довольно странно ну прикольно выглядит с одной стороны но если на улице какой-то ветер постоянно вот к этому надо привыкнуть что тебя по ноге вот этим поясом бьет я не знаю может быть вообще его срезать надо но я видел что люди носят с ним во первых вот здесь шито не очень качественно было сейчас покажу поближе у меня начал расходиться пришлось здесь нитку подрезать подвязать вот а во-вторых дискомфортное чувство как будто я кто-то знаете по ноге трогает причем это не как вот у меня например и шорты от вай 3 здесь такие как бы стропы и они бывают тоже задевают причем видите шорты выполнены так что они практически ногу не задевают потому что вот эти стропы передние а вот задние они по уровень шорты сделаны но даже если задевают все равно материал такой твердый а здесь такой более такой знаете мягкий и собственно здесь я хочу перейти к нашей следующей теме и поговорить как то уже был спор небольшой в комментариях по поводу линеек mainline от рика и dark shadow купив эти шорты в очередной раз я в принципе удостоверился в том что dark shadow эта линейка с более бюджетными материалами так или иначе хотя основное мнение которым пришли комментаторы заключалась в том что все-таки mainline это такое более знаете fashion что-то такая история а dark shadow это такая линейка которая выпускается из года в год несмотря ни на что но честно говоря я здесь не согласился давайте вот просто посмотрим сейчас вот все что у меня есть из линейки mainline а вот то что у меня есть из линейки dark shadow и как мне кажется линейка dark shadow она как бы намного более такая фриковая ну по-хорошему до более интересные более необычные вещи мэйлайн он как в этом плане поспокойнее но вот что касается моих наблюдений mainline он конечно на ну просто на голову выше в плане материалов просто более дорогие более качественные не сказать что инновационные такого наверное нету но в целом более качественные материалы однако например на тех же кроссах из линейки dark shadow подошва не стирается но опять же потому что там не резина там уже используется пена пена причем довольно хорошая но тем не менее не резина и это влияет на комфорт носки то есть mainline носить комфорт ненамного но при этом и стираются намного медленнее dark shadow вот такие вот мои наблюдения в dark shadow есть вот такие эпизоды например вот эти шорты это как бы самое наверное некачественное из рика что у меня есть а вы что думаете напишите об этом в комментариях ну и конечно хочу обсудить одну интересную тему как-то меня в комментариях спросили как ты относишься вообще к шортам и штанам с низким шаговым швом ребята это очень интересно опять в очередной раз хочу заострить ваше внимание что не стоит обращать внимание на общественное мнение в некоторых моментах особенно как ну давайте я приведу пример однажды мне человек в instagram написал что-то типа про штаны по моему акронимовские чтобы выглядит так как будто ты обосрался чего не можешь взять нормальные штаны не ноги я просто знаете что первым делом дело захожу в аккаунт к этому человеку а у него там все фотки с рыбалки с эхолотом блять он стоит в жилете не ну нахуй хорошо рыбалка это как бы в принципе достойное хобби окей занимайся увлекайся но с хуя ли ты решил что если ты рыболов ты до хуя шаришь в моде то есть дебилов в интернете хватает но слушать их не обязательно поэтому вот в очередной раз хочу поделиться своими наблюдениями потому что я много раз замечал особенно бабушек всяких которые вот им уже 80 их волнует что шорты нам или штаны с низким шаговым швом выглядят как будто человек обосрался но я не знаю у меня чисто таких ассоциаций нет не потому что я их ношу вот никогда не было ну заниженный заниженный завышенный завышенный какая господи разница почему у людей в голове такие ассоциации рисуются я представить если честно не могу но я часто замечал особенно да вот от каких-то людей там старшего возраста говорят что это там за мотня и так далее но почему-то люди не могут сопоставить какие-то знаете совсем простые вещи и чисто знаете технологически представим что если в штанах шов находится здесь и здесь то шов который находится ниже он дает намного больше свободы понимаете да если бы шов находился здесь то растяжка в этом месте было бы намного меньше вот о чем речь и конструктивно то это обосновано на сто процентов а с точки зрения стиля там дизайна ну в этом тоже что-то есть вполне себе почему нет у меня практически сейчас все штаны с низким шаговым швом люди взлетают в комментарии говорят такое ощущение что в шорты или в штаны насрали если честно не знаю почему у всех такая ассоциация потому что я своему наряду греху ни разу в жизни не видел обосравшегося человека но в моем представлении если человек обосрался он бы вряд ли выглядел вот так наверное у людей сложилось вот это вот мнение еще из середины нулевых когда очень популярны были дисквард причем паленые дисквард идет на эти штаны которые вот были просто до низу оттянуты и они во многом за счет материалов за счет того что пальца счет конструкции были действительно не очень но что касается вот таких брендов там как акроним как вай 3 как рик очень много моделей с низким шаговым швом но ребят первый раз как я только это попробовал до этого тоже как-то такие модели не признавал но когда попробовал я понял в чем удовольствие отношения таких вещей в первую очередь это комфорт девушки не поймут я уверен в этом на 201 процент потому что но не поймут вот очевидно да но собственно для мужчины шорты штаны с низким шаговым швом это какая-то знаете мы просто невероятная степень свободы не знаю как объяснить это просто вот ну попробуйте и поймете о чем я говорю плюс намного лучше они дышат в любом случае неважно какая конструкция до на лето на жару самое-самое то зимой конечно не очень это влияет у нас получилось экспериментальное видео здесь пытался разные темы совместить и ребят напишите обязательно в комментариях самый смешной комментарий которые вы читали по поводу своего лука от не знаком деда рыболова и так далее опять же не хочу никого оскорбить но как бы у нас почему-то так принято что человек зачастую очень часто считает что он во всем разбирается хотя на самом деле нет поэтому самое смешное что говорили про вас напишите обязательно в комментариях будет интересно почитать посмеемся вместе она сегодня все впереди обзор на большое количество айтемов но это будет уже ближе к осени потому что сейчас жара их просто нельзя носить очень жарко для этого какое-то жаркое лето реально но тем не менее наверное сделаю пару роликов таких там интересных форматов попробую немножко в другом стиле то есть это будет не обзор а там какие-то муки соберем что-нибудь такое но всем спасибо что смотрели подписывайтесь всем пока